Всем привет! Это Баян и минувшая неделя. Сегодня в выпуске. Звездная экономика, шикарный отдых на Мальдивах и роман под пулями. Но начинаем мы, как водится, с новостей одной нами. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Беларусь автомобильных щеток. Женский отряд спецназа пресек попытку вывесить запрещенные розовые шарики. Назбанк раскрыл местонахождение золотовалютного запаса Беларуси. Несколько белорусских банков, обвиненных в махинациях, продолжили работу после ребрендинга и смены акционера. 21 января замминистра экономики заявил в интервью агентству Белопан буквально следующее. 8,5% ВВП – это цель, к которой мы должны стремиться. Она может быть достигнута, если все положительные моменты сложатся, если все звезды сойдутся. Наступающий год ЗМИ экономические власти предсказывают благоприятную конъюнктуру на внешних рынках, что позволит белорусским компаниям увеличить объем производства и нарастить экспорт. Когда Луна войдет в созвездие Козерога, нас ожидает рост экспорта на 15,2% и приток в страну 4,5 миллиарда долларов в виде прямых иностранных инвестиций. Итальянское издание Winter Sport News сообщило, что причиной недавнего развода норвежского биатлониста Бьерн Даллина со своей женой могла стать его связь с белорусской Дарьей Домрачевой на летнем сборе в австрийском Обертеллахе, где проживает норвежец. Итальянцы, как всегда, все напутали. Я бы сказал, это ошибка перевода. Ну, разумеется, все помнят этот памятный диалог перед сборами, когда тренер говорил, Даша, что такое? Где тебя носила? А Даша ему говорит, я ночевала у Оли. Так ведь да, у Оли. У Оли Зайцевой, сборной России, а не у Оли Эйнера, Бьерн Даллина. Супруги, проживающие в Нижнем Тагиле, назвали своего новорожденного сына Тагилом. Они подчеркнули, что это далеко не первый случай, когда имя ребенка совпадает с названием города. И в качестве примера привели имена Владимир и София. Почин подхватили и некоторые белорусские родители. В ЗАГСы страны уже поступили просьбы назвать своих новорожденных детей именами населенных пунктов. Среди них такие, как Дриса, Пропойск и Жабинка. А пока в Беларуси трещали 20-ти градусные морозы, известный исполнитель Александр Солодуха отдыхал на Мальдивах. Комсомольская правда пишет, что поездка для всей семьи обошлась певцу в 10 тысяч долларов. Но, как всегда, фотографов выдает какая-нибудь мелочь. Будь то блик, тень, отражение несуществующих часов в столе. Вот покажите еще разок эту фотографию Александра на Мальдивах. Видите? По-моему, рядом находится заснеженный домик, на котором висит гордая вывеска «Резиденция Александра Солодухи». Нетрезвый брещанин прорвался через погранпереход на угнанном трамвае. На Минском кастинге в нового состава группы «Виагра» прошло тестирование вокальных данных. Во второй тур прошли самые голосистые. Осенью 2013 года на Гомельщине пройдет фестиваль ярмарка тружеников села «Жлобинки». А на следующей неделе в Белоруссии ожидается потепление до минус 25 градусов. Говорят, что если людям не о чем разговаривать, они разговаривают о погоде. Так вот, я вам скажу, это полное вранье. Нам действительно есть о чем сегодня поговорить. С нашим гостем я хочу представить. Это начальник службы гидрометеорологических прогнозов Дмитрий Рябов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вы наобещали нам всяких морозопсов на выходные. Вы наобещали нам минус 27 местами. Так что уж извините, я спрошу вас напрямик, полностью подготовившись к этому вопросу. Сколько можно уже? Ну, могу сказать так, что все, морозы пока закончились на неопределенное время. А начиная уже со среды, уже на большую часть ожидается уже такая вот температура, воздух уже где-то близко к нулю. Будет скользко, поэтому зрителям портала посоветовало бы одевать соответствующую обувь. Обратите внимание, только зрителям портала. Если кто-то случайно зашел с других порталов, от вас это не касается, ходите в чем угодно, в ластах, в кедах. Поэтому слийте за погодой. А как далеко вы заглядываете? Вот начался у нас этот теплый период. Насколько? Самым оптимальным прогнозом во всем мире считается прогноз на 7-10 дней. То есть, чем больше срок, тем, конечно, поправдывает. Грубо говоря, первая неделя февраля. Первая неделя февраля. То есть, ожидается практически такая вот умеренная, такая мягкая, можно сказать, погода. Ночью слабоотрицательная температура. То есть, как бы и днем где-то вот близко к нулю. В западных, юго-западных районах это там где-то плюс 3 градуса, плюс 4. По северу немножко будет холоднее. Минус 2, минус 3. В центре где-то нашей республики около нуля градусов. И если анализировать вот прошедшие годы, то можно сказать так, что зима, как бы весна приходит нам уже немножко пораньше, уже начиная уже с 30 декабря до февраля. Поэтому здесь осталось совсем чуть-чуть. Поэтому советую не хандрить. Я, кстати, хочу сказать, что не всегда мы можем увидеть подтверждение ваших оптимистических слов. К примеру, вот если глянуть на сайт meteo.by, на 3 февраля сего года нам обещают ночью минус 128, утром, соответственно, тоже 128, пасмурно-кратковременный дождь. Как могут быть кратковременные дождь при температуре минус 128? Такого не бывает. А в это время кратковременное что? Наверное, при такой температуре полное обморожение идет. Чтобы поставить точки над «и», здесь какая-то, скорее всего, техническая какая-то ошибка, я думаю. Но метео-бивай, это не ваша служба? Нет, это не наша. Я не знаю, честно говоря. Наверное, они просто там неправильно скопировали. И что такое, вот, честно говоря, мне показали, я, честно говоря, такого и не видел. Дмитрий, вы начальник службы гидрометеорологических прогнозов. Вот я, как человек в шапке сидящий, хочу вас спросить напрямую. По шапке часто получаете? Бывает иногда. Мы там, может, где-то по температуре немножко там не оправдались. Или там давали дожди, а дожди не было. Или наоборот. Ну, бывает, конечно, там руководство иногда пожурит нас. Когда синоптики говорят, у вас будет все хорошо, ну, как минимум, хочется этому верить. Я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник службы гидрометеорологических прогнозов Дмитрий Рябов. Приходите к нам еще с хорошими новостями. Все, всегда рад, приглашайте, с большим удовольствием. Это были Баяны недели. Напоминаю, что если вы хотите стать соавторами нашего следующего выпуска, присылайте свои интересные видео, фотографии или веселые новости на адрес редакции. Ну, а я оставляю вас в компании с Бараком Хусейновичем Обамой, который на прошлой неделе вступил в свой очередной президентский срок и на радостях даже перепел песню Джастина Тимберлейка. I love you back I'm bringing sexy back Them other boys don't know how to act I think it's special what's behind your back So turn around and I'll pick up the slack Yeah Take it to the bridge Dirty babe You see these jackals, baby? I'm your slave I'll let you whip me if I misbehave It's just that no one makes me feel this way Come here, girl Go ahead, be gone Come to the back Go ahead, be gone Go ahead, be gone Go ahead, be gone Go ahead, let me see what you're working with Go ahead, be gone Look at those kids Go ahead, be gone You make me smile Go ahead, be gone Go ahead, child Go ahead, be gone Get your sexy on 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 Get your sexy on